Семь женщин, три этапа, один конкурс. Предпринимательницы региона поборолись за звание лучшей и путевку в Дубай в конкурсе «Бизнес-леди Казахстан». Они готовились к этому событию несколько месяцев вместе с коуч-мастерами. Бизнес-леди откровенно рассказали и о своем деле, и как удается совмещать дом и работу. Гюзель Закария с подробностями. Сильные, независимые, но при этом нежные и заботливые. Их жизненная кредо – верь в себя и покоряй новые вершины. В первом этапе участницы рассказали о себе, показали видео-визитки. Всем добрый вечер. Меня зовут Валерия. Я руководитель багетной мастерской. Для Валерии Дмитриевой стоять на этой сцене уже победа. Год назад она приняла самое важное решение в своей жизни – выкупить здание под багетную мастерскую и студию скульптурных слепков. Признается, сначала было трудно развивать свое дело в нашем маленьком городке. Каждое утро она садила дочь в коляску и расклеивала рекламные объявления по округе. Моя деятельность связана с творчеством. В багетной мастерской мы оформляем картины, вышивки. Мастерская по слепочному делу – там мы оформляем картины с памятными оттисками деток. На самом деле, благодарна за возможность нам, женщинам, предпринимателям, участвовать в таких мероприятиях, поскольку они дают большой потенциал дальнейшего развития, раскрывают нас не только как женщин, но и как личностей. В конкурсе принимают участие семь женщин. Каждая из них уникальна у каждой свои взгляды. Чтобы раскрыть их потенциал полностью во втором туре конкурса, им задавали вопросы казахстанские звезды. Интересовались все же работа или дом. Ребенок – это центр вселенной. От ребенка женщина всегда заряжается. Поэтому делить, что оставить ребенка, идти работать или быть с ребенком, оставить всю работу, никогда женщина не оставляется ни то, ни другое. Этот ответ каждый из членов жюри оценил на 10 баллов. Судили участниц строго по определенным критериям. Девочек, конечно же, будут оценивать как ораторов. Перед самим конкурсом проходило в течение двух месяцев ряд мероприятий и обучающих мероприятий для участниц. Было как ораторское мастерство. Проходили тренинги как бизнес-мышление. По психологии были тренинги. По стилистике будет оцениваться их эрудиция, их смекалка. Третий этап конкурса – это творческий номер. В перерывах между выступлениями творческие коллективы подготовили свои номера. Решением судей победительницей стала Маржанта Жимуратова. Она набрала самое высокое количество баллов и получила в подарок путевку в Дубай. Гизель Закарьяк, Азбек Арыкбаев, Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин